Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канал Амаркетс с торговыми идеями, в котором каждый день мы размещаем аналитический контент с конкретными рекомендациями, основанными на техническом анализе по поведению финансовых активов. Также делаем акцент на фундаментальные статьи и перспективы тех или иных инструментов, рынка акций, сырьевых инструментов и так далее. Ключевое событие этой недели, как я ранее отметил, это заседание американского регулятора. Оно начнется уже, собственно, сегодня. Итоги будут подведены в среду. Как можно охарактеризовать вот эти вот предстоящие часы до событий, которые точно спровоцируют беспрецедентную волатильность и потенциально войдет в историю как самый значимый агрессивный шаг американского регулятора по ужесточению монетарной политики. Ведь, напомню, до сих пор есть все основания полагать или, скажем так, допускать, что американский регулятор может расширить диапазон повышения ставки вместо шага ее роста на 75 базисных пунктов, анонсировать повышение на 100 базисных пунктов. До тех пор, пока этого не произошло, конечно же, на рынке будут продолжаться спекуляции. Как далеко готов зайти американский регулятор? Как все это отразится на курсе доллара? И я думаю, что все-таки сейчас большая часть участников рынка, которые хотят поторговать по факту этого события, займут в ожидательную позицию и не будут торопиться с открытием новых торговых сделок. Поэтому периодически на площадках будет появляться случайный объем, это может быть открытие, закрытие сделок со стороны крупных инвесторов, единичных, правда. И это будет причиной волатильности в пределах конкретного диапазона. То есть сейчас, друзья, мы вряд ли можем рассчитывать, например, сегодня на продолжение трендовой динамики по индексу доллара, трендовой динамики по слабости рисковых инструментов. Это будет уже завтра по факту самого решения. И если все-таки американский регулятор, как я отметил ранее, агрессивнее решит бороться с инфляцией, повысить ставку сразу на 100 байсных пунктов. Но, на мой взгляд, этот сценарий более чем вероятен. И при всех тех фундаментальных составляющих, которые есть на рынке, именно у американского доллара есть достаточно оснований, все основания для того, чтобы сохранить восходящую динамику. Сегодня в 17.00 по GMT состоится выступление Кристин Лагард. Это выступление посвящено оценке экономических условий еврозоны в условиях энергетического кризиса. И ей придется, конечно же, коснуться вопроса того, как ИЦБ будет впоследствии бороться с инфляцией. Будут, наверное, комментарии относительно перспектив процентной ставки. Но рынок прекрасно знает, как ИЦБ будет действовать дальше, потому что ИЦБ более-менее консервативный регулятор. И каких-либо шоковых сценариев в исполнении этого регулятора быть не должно. То есть дорожная карта уже прописана, ясна. И максимум до конца этого года Европейский Центральный Банк повысит ставку еще на 1% пункт. Мы ранее сопоставляли это с теми решениями, которые могут быть приняты Федрезерву. И, собственно, пришли к выводу, что евро все равно останется в числе аутсайдеров. А вот доллар будет главным бенефициаром выгоды вот этого контраста монетарной политики. На данный момент европейская валюта продолжает, как отметили на Bloomberg, флиртовать с уровнем паритета. Текущей котировки 1.0024. Мою точку зрения именно, что может дальше произойти с евро, вы наверняка знаете. Я сторонник того, что аналитический кризис задавит европейскую валюту. Да, конечно же, сейчас обсуждается возможность, например, тот же самый Германии, найти альтернативных поставщиков газа. В частности, в эти выходные состоится вояж на Ближний Восток, где будут искать пути возможности заключения ДОП-соглашения с КАТРом на поставку жиженного природного газа. Ну, сразу хочу сказать, друзья, если это соглашение будет заключено, для того, чтобы оно вступило в силу и для того, чтобы все-таки была подготовлена вся инфраструктура для таких поставок, пройдет много времени. Это точно не один год, а самое главное, что произойдет с еврозоной, с европейской валютой в предстоящий зимний отопительный сезон, когда кризис энергетический, связанный с прекращением поставок газа в Европу со стороны Газпрома, проявит себя во всей их окрасе. Бундесбанк прогнозирует затяжной экономический спад в предстоящие месяцы, даже при условии, если будет введен режим нормирования на потребление энергоресурсов. Что касается доллара, текущей котировки по индексу американской валюты 109.32, 10-летняя облигация треже сдержится на пиковых значениях больше, чем за год, уровне 3.48. Сейчас на рынке обсуждают повышение ставки на 175 базисных пунктов до конца этого года, то есть по итогам сентябрьского заседания, ноябрьского, декабрьского. Здесь простая математика, что если эти ожидания оправдаются, то ключевая ставка американского регулятора к концу этого года будет повышена до 4-25%. И где-то там должен будет быть установлен новый уровень нейтральной процентной ставки. Сити, кстати, пошли еще дальше в этих ожиданиях. Считается, что американский регулятор будет повышать ставки на протяжении всего следующего года, поэтому ключевая ставка превысит 5%. Кстати, эти доводы и эти аргументы не лишены смысла, особенно если мы поймем, опять же, по прошествии следующих двух кварталов, что проблема с инфляцией остается такой же острой. И индекс потребительских цен пиковые значения. Рекордные показатели за десятки лет так и остаются на данных уровнях. Мичиганский индекс в пятницу поддержал настроение трейдеров, поскольку стал еще одним доводом для Федрезерва и потенциальным аргументом за то, чтобы регулятор, не думая о последствиях и не особо заботясь о них, дал экономике более агрессивный шаг в виде более высокой процентной ставки. Агрессивный шаг в ужесточении монетарной политики, что необходимо для борьбы с высокой инфляцией. Золото 1675 долларов за Тольскую унцию. Вчера тестировали уровень 1660, рынок после этого откатил. По данным Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами, шестую неделю подряд фиксируется уже сокращение длинных позиций со стороны институционалов. Нужно делать вывод, друзья. Крупные деньги выходят из золота, это выход из золотых ETF-фондов, из золотодобывающих компаний, это отказ от покупки физического золота, фьючерсных контрактов. И в пользу этого, именно такого поведения, говорит не только тот факт, что доллар как рост, так и скорее всего будет расти, но и такая же динамика на рынке облигаций, где можно заработать больше. И здесь подключается в игру уже простая арифметика, когда инвестор прикидывает, сколько можно было бы заработать в индексе доллара с начала этого года, работать с американскими облигациями и с золотом. И математика явно не в пользу золотого актива, потому что если бы вы инвестировали в начале этого года в золото, вы потеряли бы больше 10%. В то время как инвестирование, например, в индекс американской валюты помогло бы вам заработать почти 16%. А если это облигации, то там доходность больше 70-80%, учитывая то, что в конце года те же самые 10-летние облигации котировались на отметке 1,75%, а сейчас, пожалуйста, на уровне 3,5%. Поэтому, друзья, я думаю, что золото еще добьет свои локальные минимумы на текущем этапе. Вот сейчас я бы не торопился с покупками, но в то же время имейте в виду, что в среду движение всех финансовых активов будет полностью соотноситься с поведением доллара. И не нужно накапливать большое количество инструментов, которые будут демонстрировать однозначную динамику в соответствии с поведением доллара, потому что это дополнительные риски на депозит. Сами, друзья, прикиньте, с какими рисками вы готовы работать, какие у вас депозиты, готовы ли вы терпеть просадку. И на основании этого сделайте выводы о том, какие инструменты нужно оставить в портфеле перед вот этим суперважным событием, как заседание американского регулятора. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!